Приветствую вас, если говорить просто, то речь идет о угрозе, то есть есть определенная угроза, которая может вами ощущаться при громких звуков, при наличии громких звуков и соответственно таким образом существенно, ну, увлажнять вашу жизнь, скажем так. Вот, поэтому причина угрозы, которую вы ощущаете, именно причину угрозы, именно основание для угрозы, нужно выяснять. Нужно смотреть, почему вы чувствуете угрозу, в чем вы чувствуете угрозу. Очень может быть, что речь идет о неком драматичном для вас событии, то есть вот какое-то событие, вас травмировало, какое-то событие вас напугало и вот вы с тех пор так вот себя чувствуете, так себя ощущаете. ощущаете, что боитесь громких-громких звуков. Может быть это связано и с тем, что, например, вы боитесь неожиданностей, громкий звук это неожиданность, соответственно, вы, возможно, имеете склонность к тому, чтобы стараться все предугадать, стараться все предсказать, например, и, соответственно, из-за этого от счастья, вы можете бояться громких звуков, в том числе. Вот. Така вот история. Мне кажется, что в этом направлении вам можно и нужно двигаться. мне кажется, что в этом направлении вам можно и нужно работать и раскрыть то, чего вы боитесь увидеть. то, что скрывается за чувством страха, то, что скрывается за опасениями, что скрывается за громкими звуками. А может быть также причина крыться и в том, что вы просто находитесь все время в напряжении, не отреагируете, то есть вы не способны, не способны отреагировать физически свои чувства и в том числе, в том числе и поэтому, в том числе и по данной причине может быть у вас такой вот страх. В этом случае уже можно смотреть, что именно вы не можете отреагировать и почему, и помочь вам это сделать. А если тут в этом случае громкие звуки могут служить своего рода разрешением, своего рода проводником вам, чтобы вы, ну, совершили, например, действие. Которые вот, ну, которые хотите завершить. Вот, примерно так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Примерно таким может быть ответ на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это интересно было. Я надеюсь, что вы извлечете для себя какие-то выводы, я надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы. И, соответственно, подкорректируете свое восприятие и себя, и, соответственно, окружающих возможностей. Если вас это, ну, образно говоря, напрягает, пугает и так далее. Такая вот примерно Виктория. Такой примерно можно дать вам ответ. Очень надеюсь, что вам это поможет лучше увидеть свою проблему. Очень надеюсь, что вам это поможет лучше в себе разобраться. Очень надеюсь, что вы в будущем, в обозримом будущем, пристанете бояться этих самых громких букв. Вот. Тут, конечно, вот, единственное, единственное что, что, вот, пытаться, пытаться как-то вот, знаете, избежать проблемы. Вот тут вот, наверное, не нужно пытаться, именно избегать проблемы. Прямо, не нужно. И избегать, может быть, своих страхов. Ну, старайтесь избежать своих страхов. Не нужно. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было полезно вам. Желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует...